и снова здравствуйте мы сегодня в тревятской части будем уже начинать реализовывать те правила которые были оговорены предыдущей предыдущей серии предыдущем видео там шестым пунктом если помните самом начале я говорил про каталог и что шестой пункт якобы не очень понятно на самом деле я его правильно записал и он действительно нужен и поэтому я его как расчеркнул обратно то есть раньше его вычеркнул а теперь снова в черкнул если так можно выразиться ну то есть вот перед нами получается 7 правил и в этой серии в этой части в 13 будем уже реализовывать все оговоренные пункты по порядку прежде чем приступить далее давайте вернемся немножечко назад и поговорим о том что по роли в системе предыдущем видео я рассказал что должно быть их две то эти администраторы пользователь но в системе sp.net собственно говоря вообще как в .net да и вообще наверно во всех системах существует такое понятие как не авторизованный пользователь авторизованный пользователь соответственно не имеющий ни одной роли и соответственно пользователь который имеет какие-то роли. В данном варианте, если говорить про те роли, которые я сказал, то есть вот администратор, я говорил про эту роль, которая имеет какие-то действия разрешенные, и пользователь, который имеет разрешение какие-то действия, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но суть сводится к тому, что я вот таким образом выделил такую идею, что незарегистрированные пользователи, системы в режиме Retold могут работать. И судя по аналогии того, что если пользователь зарегистрирован, но не имеет ни одной роли, это все равно, что пользователь, то есть пользователь с ролью user, то есть именно вот в моей системе, которую вот на самом деле вот сейчас мы делаем. То есть если говорить про администратора, то он может делать все, и такая роль действительно должна быть. А если пользователь не зарегистрирован, то он работает в режиме Read Only. А если пользователь зарегистрирован, но у него нет роли администратор, то он является обыкновенным пользователем. Таким образом, все сводится к тому, что понятие роль user, она в принципе не нужна. Вот если я сейчас переключу студию, вот мы увидим вот этот вот update, у меня эстетичный класс, в котором хранятся все так называемые нужные элементы. Таким образом, у меня получается роль администратора уже как бы была заложена изначально в шаблоне. Роль customer, она у меня теоретически не нужна, потому что зарегистрированный пользователь, то есть тот, который имеет логин, пароль, уже является по умолчанию customer. И добавлять ему дополнительную роль, которая больше никаких ему обязанностей не даст, в собственной игре не имеет смысла. Поэтому я вот так сейчас ее удалю, и соответственно у меня вот это вот перечисление роли, пусть остается, я ее вот так оставлю. Вот, ну и в общем-то, теперь на самом деле можно продолжить уже дальше по пункту. Итак, первым делом у нас была проверочка на наличие 5 или 50 символов названия name-каталог. Напоминаю, что мы сегодня говорим про сущность каталог. Давайте посмотрим, что там у нас есть в сущности каталога. Для этого нужно пойти в модуль, который называется Data, открыть модуль Configuration, найти каталог модуль Configuration и посмотреть. У нас на данном этапе здесь правильно хранение 50 символов. Опять, менее 5 мы пока не говорим. Description 1024. Товаров нельзя. Можно создать без товаров. Четвертый фонд. Можно включить или выключить скриптовары. Вот так вот. Это первое упущение, которое у нас не реализовано. Но предварительно, чтобы дальше начать, давайте вот насчет пятерочки поговорим. Это реализуется очень просто. У нас есть ViewModel, который называется Create ViewModel. Так, что я перемешки попытался. Вот, категория товаров. Очень удобно ходить. В общем-то, собственно, вот она. Удобно ходить по бафонам, когда знаешь, где что лежит. Хочу сказать. Категория Create ViewModel. Он реализует интерфейс, а валидит пол-объект. Соответственно, мы можем валидировать его. И entity framework... Извиняюсь. А sp.netcore нам любезно позволяет использовать этот интерфейс. И, в общем-то, проверочка на то, чтобы не менее 5 символов на создание, получается, у нас есть. Теперь я вот смотрю на редактирование. На редактирование у нас такой штуки нет. То есть, если будет пользователь редактировать объект, который называется Kotalop, то, по большому счету, он сможет при редактировании сохранить менее 5 символов. И чтобы вот этого не было, я сейчас сделаю вот эту вот проверку. Ну, перенесу туда же. Пусть это будет некоторое дублирование, но у нас это не мешает, потому что это два разных подхода на создание и на редактирование. Вот. Сейчас у нас и при создании, при редактировании будет проверка, и description у нас может быть пустой. Здесь у нас есть некоторое описание. Так я не написал в комментариях, но ладно. Не важно, потом когда-нибудь напишем. И так, дальше, судя по тому, что мы уже сделали, этот пункт у нас, вот этот пункт у нас готов. Я вот не знаю, как вы помните, давайте я своей, как это называется, в текстовом редакторе поправлю вот эту вот штуку и здесь сделаю вот такие вот. Первый пункт у нас готов. Собственно говоря, надо сказать, что и второй пункт у нас готов, потому что 124 у нас решено пользователей, и поэтому давайте ее сделаем, что он у нас готов. Так, создать каталог можно без стола. Давайте проверим это условие. Для этого нужно переключиться visual studio и сказать, что у нас, вернее, посмотреть в контроллере. Ну, в общем-то, она использует свой каталог. Посмотрим здесь. Да, на самом деле, у нас создание CreateViewModel. Вот он. Сейчас я найду где-то здесь. Вот CreateViewModel. У него создание обязательно, не требуется никаких дополнительных продуктов, то есть есть только название, так, соответственно, это свойство тоже у нас. Это, это требования тоже у нас выполнено. Дальше. Теперь каталог можно включить или выключить для общего просмотра. Вот. Здесь уже на самом деле все более интересно, и поэтому давайте переключимся visual studio и определимся. Смотрите. Нет, давайте обратно. Смотрите. На самом деле у нас есть такое понятие, как включить и выключить не только для каталога, но и для продуктов. То есть мы можем включить и выключить продукты. Мы можем включить и выключить продукты. Соответственно, у нас должны, видимо, включаться и выключаться просмотры, раз продукт выключен. Правильно? Вот у нас, кстати, этого пункта нету. Ну, вернее, у меня, да? Так, ну, я думаю, что... Или есть? Нет, нету. Посмотрите. Она используется совершенно... Так, надо вот в Review добавить все-таки вот этот вот... Ну, речь вот о чем. Если я выключил товар, то, соответственно, Review не должен нигде видеть. Я думаю, что это понятно. Да, наверное, пока так оставим. Я это нажму сохранить. И, в общем-то, складывается у нас понятие, что видимо-невидимо может быть теперь у нас у трех сущностей. Так, я пока во внимание не беру. Такая пособленная сущность, которая сама по себе не имеет значения, но имеет очень большой положительный плюс по части поиска филитрации товаров. Давайте, значит, такую сущность введем. Что для этого нужно? Для этого нужно, как минимум, переключиться в Visual Studio, закрывать всю дверь, найти продукт. Посмотреть. Так, он исследован от Auditable. Категория. Он исследован от Identity. Так, понятно. И Review у нас следован от Auditable. Так, наследитель у нас... То есть, все разные. Это на самом деле не есть хорошо. А, секундочку. Я вот здесь вот удалил... Удалил роль. Давайте ее отсюда тоже уберем. Это при регистрации пользователя. В принципе, вы это можете посмотреть. Почему у меня пользователь-то company name? Почему company role name? Что это за роль-то? У меня есть администратор, наверное. А, стоп. У меня пользователь, когда регистрируется, никаких MMOROL не доведоем. Иначе у меня все зарегистрированы. Сразу начнут становиться администраторами. Я не очень хочу, чтобы это было. Потому что, ну, это на самом деле... Гугл администратор должен быть один. Я поэтому удалил. Не нужно функционал. Вот. Что у нас тут делается? Модель, маппетс, репозиторий. Сохраняется. Роли не добавляется. Отлично. На этом пока становится. И так, вернемся к нашим сущностям, которые должны быть. Они должны быть visible. Ну, собственно говоря, не visible, да? Аудитабл у нас определяет некая зависимость от... Так, тоже хорошо. Вот, что я там написал. Закроем. Так, для этого я думаю ввести какой-то интерфейс. Понятие visible, не visible у нас может быть в интерфейсе. И таким образом, давайте... Ой, в смысле я называю интерфейс, называется, visible. Я думаю, что было. Ну, я думаю, этого достаточно, да? Ну, в принципе, в любом случае мы можем потом добавлять это именовать. Поэтому я вот так вот сделаю. И добавлю некоторое описание. Entity. Ну, потому что у нас их много. Can be height or publish. О, может быть, publish назвать? I publish it. Ну, в смысле, это говорит о том, что записи публикованы. Ну, да. То есть для публичного доступа или непубличного. visible, не visible, не очень интересное название, да? I... Давайте назовем ее publish it. Ну, что говорит о том, что сущность опубликована. Вот. И publish у меня, соответственно, продолжитель называется. И здесь единственное свойство, которое должно быть у него. Пусть она будет blue. Пусть она называется visible. Z. B. Раз у нас есть такой свой интерфейс, я понимаю, что теперь нужно его добавить в все сущности. Вы наверное уже догадались, что у нас теперь изменится структура данных. Для этого нам потребуется сделать еще одну миграцию, которая нам накачивает изменения. iPublish. Отлично. Теперь у нас есть новое свойство, которое называется iPublish. Мы пока просто реализуем возможность хранения значения этого свойства в базе данных. Итак, теперь самый причем момент. Нужно изменить конфигурацию. На данном варианте у меня вот это вот свойство, оно на самом деле не такое сложное, не требуется каких-то специальных для него параметров называть. Ну и тем не менее, я предпочитаю, чтобы все... Я предпочитаю, чтобы у меня все свойства были здесь перечислены. Ну, как минимум, чтобы я знал, что они есть. То есть я скопирую, хоть я этого не люблю. Теперь я смотрю пробор. Вот по части прайса у нас такая же есть история. Она просто существует без каких-либо настроек. И ревью модул. И рейтинг. Вот, совершенно верно. Ах, теперь у меня сущности изменились, даты изменились. В принципе, я могу это все закрыть и сказать вот такую штуку. Я открою как-то наш консоль и напишу. Ну, во-первых, нужно выбрать проект, который я хочу писать. И мне нужно добавить миграцию, которая внесет эти изменения непосредственно уже в базу данных. Паблишит. Паблишит. Поперти. Этот. И сейчас у меня будет создана миграция. Будет создана миграция. Да, будет. Вот у меня создана миграция, которая говорит о том, что в колонке... Ну, то есть она вносит изменения в таблицу review, продукты. Ну, то есть, собственно говоря, то, что мне нужно было. Если вдруг решу откатить миграцию, она, соответственно, отработает метод down, который, соответственно, удалит эту полонку из этих таблиц. Сейчас я делал update database. У нас данных, соответственно, обновилось. Так как бурево свойство, оно простое. По умолчанию у нас, скорее всего, везде добавило bool. В смысле, false. Мы даже это можем проверить. Мы даже это можем проверить. Вот как открыл data grip. Здесь есть у меня продукты. Да, visible. Вот появилось. Можно даже посмотреть, есть у меня какие-нибудь сейчас там... War. Да, есть. И значение по умолчанию. Из visible. Соответственно, false. Но, в общем-то, это нормально. Нам это как раз подходит. Итак, теперь у меня появилось новое свойство, которое при включении и выключении будет склониться в call или в call. Ну, соответственно, у меня... Мы сейчас говорим конкретно про каталог и нам теперь этот функционал нужно включить в систему. То есть, при создании... Надо определиться, что при создании каталог сразу по умолчанию должен быть выключен. То есть, это свойство можно не задавать. Для этого нужно открыть и посмотреть, как у нас настроен маркетинг. Можно сделать исключение, что для property, как называется visible. Ой. Извиняюсь. Ой, стоп. Так как у меня категории visible, ой, свойства visible не существует в module, соответственно, мне его не подраматить не нужно. Я хотел сказать, что раз оно по умолчанию false, у меня просто при создании оно будет автоматически создаваться со значением false. Я вот сейчас запустил проект. Давайте создадим какую-нибудь категорию. Ах, ну да, visible. А при обновлении, вот, у меня категории нету, соответственно, для апдейта их... А, для креэта тоже хочет visible. Ну да, значит я был все-таки прав. Ах, ну да, давайте... Ах, ну да, давайте... Чувствую! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Вот все. Видимо не туда нажал. Так, ну я это окошко закрою, в этом у меня уже, потому что все есть. Вот, у меня в категории поставлено true. Теперь запускаю дополнительные проверки. Нету, и соответственно она сохранилась. Теперь у меня, давайте проверим в базе. Вновить. Ну вот появилась галочка. Ну то есть включить и выключить категорию я теперь, ну как вы понимаете, могу. Йо-йо. Тоже неплохое, неплохие буквы. И вот. И таким образом получается, что у меня этот функционал закончен. Но единственное, что вы смотрите, теперь при выключении каталога необходимо явно указать, включить или выключить товар. То есть, когда у меня выключаются товары, у меня сейчас не существует обработки о том, что выключая каталог, мне нужно выключить все остальные товары, которые в нем лежат. Сейчас попробуем это по-быстрому сделать. Так, лишнее отключу. Это на самом деле делается, ну вот, в моей концепции, в моем формборке на самом деле очень просто. Вот, категории менеджера для этого нужно открыть. Есть у меня entity-менеджер, который имеет некоторые определенные override. Ну и, собственно говоря, мне нужно сделать, что при сохранении товара, то есть, on-update, on-edit, before-update, то, что, собственно говоря, сюда приходит. У нас есть этот самый viewmodel, да, который вот visible, ну, в общем, наш viewmodel, категория update viewmodel, у которого есть значение visible. Так вот, мне нужно поделать следующее. Во-первых, мне нужно определиться, есть ли у категории, у этой категории, которая обновляется, есть ли вообще какие-то товары. То есть, если я скрываю ее, мне нужно просто найти список всех товаров, которые у меня есть, и сделать их invisible, то есть, в смысле, убрать их из публикации, да. Для этого мы что делаем? Мы делаем так. Если entity, ну, то есть, текущая сущность, она visible, ну, то есть, она была включена, то есть, она была включена, и мне нужно проверить, что она сейчас выключается. И для этого мне нужно взять модулы not visible, ну, то есть, она была включена, теперь выключается, мне нужно получить продукт, ну, то есть, все товары, которые в этой категории есть, для этого я должен сделать, сейчас я посмотрю, как это, бейс, вот такое дело, и смотрю, у меня есть, ну, хорошо, здесь у меня просто этой штуки нет, сейчас мы добавим, ой, у меня есть ничего, нажал, сейчас я заработок раскидаю, чтобы было видно, вот, здесь у меня нету, так называемого unit work, ну, и, собственно говоря, я сюда могу добавить unit work. Теперь у меня в менеджер регулируется unit work, и, собственно говоря, в процессе работы я могу получить предпозиторию у них, вот, продуктов, и могу сказать, что мне нужно получить все, и не просто все, сейчас вот так вот сделаем, а еще и написать выборку, где, соответственно, что я написал, где продукт, так, сейчас секунду, категория ID, то есть, моя категория равна entity ID. Понятно, да, о чем речь, то есть, я, если было включено и стало выключено, я беру все продукты, которые есть в этой категории, и, соответственно, если эти продукты, ну, давайте, если эти продукты, ну, вообще существуют, тогда я говорю, что, ну, здесь тоже нужно снимать, вот так вот, я вам сейчас покажу, форич, на все продукты, кусико продукты, а здесь можно сделать вот так вот, entity framework, ну, а единственное, что мне нужно сделать, ой, unit work, извиняюсь, context, entry, это значит, что этот продукт, мне нужно всего лишь навсего применять state, на состояние продукта, на состояние, как это называется, modified, но перед этим мне нужно сказать, что вот этот вот продукт, visible, равен, house. Ну, и, собственно говоря, когда у меня будет save change происходить, у меня вот этот вот entity state modified, она будет отслежен entity state trackerem, вот, и, соответственно, она пересохранит продукт уже с новым названием, ой, с новым статусом, в общем-то, это, по идее, уже должно работать, ну, давайте проверим, так, для начала мне нужно создать продукт, в мою новую категорию, да, во-первых, я сделаю видимое, да, сейчас посмотрим, да, на меня видимое, сейчас я скопирую ее идентификатор, вот, копировать, вот, а теперь давайте из, из лагера создадим какой-нибудь продукт в нашей категории, ну, за мной проверим, так, категорию закрыли, продукт новый, создать, name, неважно, вот, категория идти вставить, категория, цена производит 100, создается он, естественно, ну, пусть будет description null, чтоб с ним не заморачиваться, и здесь напишем новый продукт test1, я надеюсь, что он сохранится, он сохранился, давайте посмотрим в базе данных, что он не просто сохранился, а еще и новый продукт, описание нет, visible, соответственно, false, я теоретически могу здесь включить, ну, я пока отдавать, хотя, ну, давайте я его включу в базе, ну, тем не менее, давайте проверим, что можно его, не буду я в базе включать, я хочу проверить, так, у меня он создался, мне нужен идентификатор, это у нас продукт, вот, я хочу не поставить, а этот, вот, у меня продукт, который берется на редактирование, я его забираю отсюда, копирую, теперь делаю put, ну, я хочу его сделать видимым, здесь копируем, и, а, мне нужно сделать его, нужно сделать его видимым, больше менять ничего не буду, сохраняем, смотрим, категории, нормально, теперь проверяем его, теперь проверяем его в базе, нажимаем на вид, да, вот, вода hebят как поставить, то есть, он у меня стал теперь видимо, собственно, игра вшем задачи, теперь я должен применить скрытие, сокрытие продукта, категории, да, и у меня оно должно, соответственно, скрытие продукта, давайте поставить бряку, вот, на повод категории менеджер категории менеджер и мы просто посмотрим как сюда упадет для поящих дебаги запущу что-то все уж было честно нужно здесь мы делаем продукты а мы хотим редактировать категории вот сейчас она у меня visible я еще снова ставлю false нажимаю сохранить у меня падает я вижу что ко мне пришел в емону который 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 содержит false меня entity star то есть еще не изменен у него visible false непонятно почему ну естественно мои условия здесь конечно же не работает и она вышла собственно говоря давайте разбираться на самом деле я понимаю что придется чтобы теперь попытаюсь объяснить вам смотрите а мы используем события по умолчанию before update то есть тут нужно понимать что происходит смотрите когда происходит путь в менеджер поочередную дергают время в такой последовательности эти вот метод то есть мы используем вот этот он идет before update то есть получается что маппинги уже состоялись и слово сущность entity уже содержит значение от viewmodel что делает каждый из событий первое он идет before mapping то есть перед тем как маппер автомаппер передаст свойства из viewmodel в модель вызывается это событие потом после того как маппинг проделает какие-то события какие-то действия то есть передаст данные вызывается следующее событие которое проводит валидации который валидацию происходит на модель и на entity после того когда все валидации там проделаны то есть вызывается он edit before update собственно говоря то которым мы и воспользовались таким образом получилось ну и кстати последний вариант когда с после успешного сохранения вызывается это событие вот в нашем варианте получилось что уже маппинг состоялся в нашем эндите уже значение изменено поэтому я получал false вот сущности нам нужно сделать следующее нам нужно все действия перенести в этот метод я создал файл сохранил его как это в гид так что вы сможете это самое посмотреть в общем то здесь еще есть дополнительная информация о том какие события вызываются на create какой последовательности я думаю это будет полезно в общем давайте вернемся назад проделаем следующее у нас есть вероятность он edit before map ну то есть нам нужно перед ним сделать вообще все операции которые мы хотим проверить и отсюда вы перенести соответственно вот сюда это мы можем удалить она нам собственно грани нужно теперь давайте поставим обязательно вот и проделаем те же самые операции запускаем я сейчас запустится она запустилась проверим в базе что у нас продукт категория видебал продукты у нас в этой категории видевал все нормально начинаем обновлять запускаем смотрим до пришла бряка смогу брыга так визи был фолс плентите еще визи был true так тут совершенно все верно пока теперь мы идем дальше и соответственно выполнилась сейчас она выполнит у меня соответственно здесь будет один вот он тот самый который создал теперь мы для всех по собственно гряд ли одного в том числе проходим ставим фолс делаем модифайт выходим из этого который называется ну я на самом деле и мы сейчас вот увидим в результате но здесь меня не видно давайте здесь посмотрим во первых у меня вот это вот категория вот мы сейчас посмотрим галочка и сесть да она стала невидимая и соответственно здесь я нажму как вы понимаете все товары стали невидимые в общем то то что еще требует доказать дальше раз у нас эта штука заработала мы переключимся в эту штуку и сделаем здесь вот вот такой вот но во первых четвертый у нас уже работает ну потому что мы уже сделали при включении каталога нужно явно указать включать или не включать товар но в общем-то мысль понятно нам нужно сделать следующее у нас есть продать и моду вот и когда мы выключаем категорию нам нужно какое-то дополнительное свойство будет говорить включать ли или не включать непосредственно сами сами товар и назовем бу елки-палки во все подряд перебрал и визы был чем это говорит что если это свойство установлено в тру то все товары в этой категории включится если установлено просто включится только у категория раз танцы не пугается не знаю она говорит что у меня нету вот теперь у меня появилась новая свой вот вам не соответственно нужно это свойство в маркингах где маркинг его категории маркинг вот на дэйт мне его нужно заигнорировать я сделал вот образом а стоп она же мне в объемом модели то нет там не ничего не скажет просто она не будет использоваться вот и соответственно когда у меня категория иные в лице мне нужно сделать другую то есть если получается у меня если если у меня то есть если у меня выключена категория то есть антикета мне категория в моду у меня наоборот visible то есть включает категорию и я делаю дополнительные условия моду visible products тоже равен true тогда у меня у всех невидимых категории должно поставить со свойства true это то есть если галочку ставлю она у меня должна редактировать ну то есть при включении категории включить еще и продукты то соответственно они перебираются таким же образом и устанавливается свойство visible true если у меня галочка не включена или сущность пока еще не выключена то соответственно говоря она не включит давайте проверим работает так сейчас у меня на самом деле выключена она вот я сейчас делаю ой так у меня правильно у меня же появилось новое свойство конечно я все-таки вашу все-таки его нужно замапить сейчас я вам покажу как это выглядит она мне сказала что в апдейт категории visible products на категории не замаплен ну давайте его замапаем так нажимаю close close стоп все-таки открываем маппер странно что апдейт а стоп категории апдейт for member так у меня стоп у меня живо нет а что ж она от меня хочет один момент сейчас разберемся так а там было наоборот один момент сейчас секундочку она же говорила наоборот то есть когда я из категории она делаю мап на view модуль то есть когда я редактирую вот этот вид был продукт мне его нужно что него нужно игнорировать потому что теоретически он мне не нужен я на водку пользователя выдаю информацию и но вот запускаем нужно вот теперь у меня будет ему дал другой мне нужно его получить у меня теперь категории get for edit вот он выполнить его у меня теперь появилась visible продукт здесь соответственно да я вот так и сделаю а можно все скопировать так будет гораздо лучше скопировать в модуль для редактирования сокрытия модуль не изменится вот и теперь я говорю я хочу сделать так ну для начала мне нужно сделать они мне невидимы сейчас невидимы и скрыты 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 а совершенно верно все получается теперь я говорю что я хочу сделать visible категорию и продукты тоже мне сделать видимо понятно да я нажимаю экзекьют вот падает сюда здесь трус ответственно тру и визи балл нет рунуту а в общем но я короче бля подпустил теперь смотрим здесь теоретически у меня вот это стал визи мы правильно здесь у меня товары стали визи был правильно тру передавайте основы отключу сохраню и здесь снова сделай отключить сохраню проверим да и теперь галочку я не поставлю я ну вот этот вот я поставлю фост то есть я включая только категорию товары не должны стать видимыми в общем-то я доверяю сам себе у меня сюда как раз и не упал ну да это же продукты категория вот у меня стала видимо продукты у меня видимые в этой категории не в общем то что как называется и требуется доказать таким образом получается пункт седьмой и пятый и шестой мы сделали вот и всех родов разберем страницы но в общем то это у нас уже реализовано как вы понимаете один момент я сейчас переключусь на эту страницу в базовом конструкторе это создается мы говорим 10 оказывает то есть это у нас уже реализовано и работает вот они все роли их всего мне 8 10 разами ну в общем то это работает это включаем теперь при создании нового каталога зон должен быть невидимым по умолчанию он должен быть видимо не не невидимый по умолчанию но а это у нас уже тоже в общем то так получилось что мы сегодня сущность этого сделали то что хотели я нажимаю сохранить и наверное буду с вами прощаться